Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Я Хочусь на Тебя, сезон 3 серия 6, о, долгая зимняя ночь. В этом эпизоде новеллы Я Хочусь на Тебя содержится описание смерти и ранений, пожалуйста, читайте дальше с осторожностью. Как хорошо, как тихо, только ветер прыгает с ветки на ветку, стряхивая снежную пыльцу. Моя Агата резко стала рыжего цвета, выглядит она не только как будто она там при смерти замерзает, но и как будто три дня кутила. Мы прорисовали, конечно, это обморожение, очень ярко, я бы сказала. С кем я дралась вчера? Почему все так болит? Ты попыталась пошевелить головой, но тут же передумала дергаться. Затылок с правой стороны болел, как пробитый насквозь. А вдруг и правда пробитый? Ты дернула рукой, чтобы пощупать, но она увязла в пухлой снежной массе. Панически глотая воздух вперемешку со снегом, ты задергала всеми конечностями, выбираясь наружу. Память издевательски подбрасывала куски событий, не утруждая себя сортировкой по времени. Детектив закатил глаза, опираясь на погнутую стойку вышки. Послышался глухой удар об снег и взрыв. Аж туда топать? Ооо, почему мы не поехали на Бали? Там нет снега. Камни! Кейн же говорил про камни на склоне. Лавина пошла с той стороны. Целый пласт снега вывернулся из-под твоих ног, превращая устойчивую тропу в зыбучий песок. Нет! Агата! Рэйчел! Две твои руки, протянутые в небо, спиной в снег, так мягко. Ты плывешь вверх, как безумная, борешься с жующим тебя снежным чудищем. Сбоку захлебывается Рэйчел, потом умолкает. Затылок обжигает холодом, и руки становятся как вареные макароны. Ты не успеваешь разозлиться, мир брезгливо выбрасывает тебя во тьму. Что с Рэйчел? Она падала вместе со мной. А ребята? Что с ними? И шапка наша потерялась где-то. Боги, я... Только бы с ними все было хорошо. А вдруг они неподалеку? Надо выбраться из этого чертового снега. Ты выкарабкалась из снежной массы и попыталась определить, где ты. Горы. Я не помню этого пика. Снег. Ничего тут не узнаю. И как бы уже темно, так ничего не видно явно. И вокруг никого. Значит, нас разбросало. Но Александр и Сэм не падали. Если с ними все хорошо, то не ищут меня и Рэйчел. Нужно. Но оставаться на месте просто в снегу, замерзнуть, не вариант. Давайте пойдем в лес. Идти далеко нельзя. В темноте я не увижу ни камней, ни дороги. Но и здесь нельзя задерживаться. Мне нечем будет согреться. Ты устала, сглотнула слюну, подступившую от тошноты. Пощупала пояс и облегченно выдохнула. Перчатки и борт я потеряла, но хоть экстренный набор остался. Боги, благословите перестраховщика Александра. Похлопав себя по всем карманам, ты обнаружила пропажу телефона. Ладно. Ладно, не паникуй. Они все равно тебя найдут. Несколько глубоких вдохов и выдохов разогнали твою кровь. Можно было двигаться. Медленно, увязая в рыхлом снегу, побрела в сторону темной гряды деревьев. Я не успела прочитать табличку, к сожалению. Прислушиваясь к хрусту снега под ногами, ты как наяву... Увидела записку? Никто из вас не покинет этой долины. Вгляделшись в угрожающе низкое небо, ты вздохнула. Если бы я была параноиком, то решила бы, что эта вторая лавина была подстроена. Добравшись до первых деревьев, ты крепко призадумалась. Красиво-то как. Так, во-первых, надо посмотреть, что у меня в наборе. Во-вторых, мне нужно вспомнить принципы выживания. Там был определенный порядок действий. Ты сморщила носик, старательно вспоминая вычитанное в интернете. Мне нужно... Ну, если по логике идти, то первое по любому убежище, а оно тут одно, потом выбираем второй вариант. Ты выбрала верный порядок действий для выживания в природе. Ох, боже. Нас опять ждет какой-то квест. Сначала должно стать тепло и безопасно, остальное потом. Негнущимися от холода пальцами ты принялась ломать неподатливые еловые ветки. Ух ты, прям палаточку соорудила. Вскоре на поляне образовался неаккуратный, но плотный шалашик из лапника. Остатки веток и сухой хворост пошли на костерок у самого входа в шалаш. Ветер напрыгивал, пытался грызть твое скромное убежище, но тут же отступал. Какой-то у нас тут прожорливый ветер появился. Костер разгорался неохотно, но верно. Шалаш прикрыл его от самых яростных порывов ветра. Ух ты, прям уютненько даже стало. Через десять минут, когда огонь окреп и поднялся, ты притянула к нему руки. Ой, а тут вообще какой вид. В ладони пушистым зверьком толкнулось тепло. Ты застонала от боли и удовольствия. Это самая глупая ситуация в моей жизни. Поверить не могу, что я могла попасть в такую передрягу. Под треск костра и тоскливую жалобу ветра в душе проклюнулось о чувстве. Тот, кто заманил нас сюда, он очень страдает, наверное. О, я выбрала не тот вариант. Ведь никто не стремится сделать плохо другим, пока счастлив сам. Оно-то логично, но я не готова его жалеть. Все-таки тут не факт вообще Агата жива останется после такого, а мы его заранее уже жалеем. Но кто он? Они? Может, мы стали частью чего-то большего? Сунули нос не в свое дело? Перешли кому-то дорогу? Это вполне возможно. А может, это напрямую касается кого-то из нас? Или всех нас? В гудящей голове мысли ворочались неохотно, все время натыкаясь на ушибленный затылок. Через полчаса пришлось встать и насобирать еще хвороста. Видимость ухудшалась. Снежные хлопья валили все интенсивнее, ветер становился злее. Боюсь, как бы ни началась метель. С беспокойством, глянув на небо, ты сжала зубы. Я не продержусь на ногах всю ночь, а если усну, костер потухнет. Мне бы сейчас чашечку кофе. Закрыв глаза, ты на удачу запустила пальцы в поясную сумочку. Да ладно, пакетик кофе? Что у нас еще есть, травяной чай? И вода, а, вода у нас есть, снег. Я не могу поверить, кофе, кофе! Твои шансы на выживание выросли. Выудив оттуда же легкую алюминиевую кружечку, ты нетерпеливо зачерпнула снега. Ну все, жизнь налаживается, да? Пока вода вскипела, пришлось еще дважды подкидывать дров в костер. Густые тени между деревьями, угрожающие хмурились на твое одинокое убежище. Ты поежилась, обхватывая руками горячую кружку, отхлебнула. Как тепло. И почему я не ценила этого раньше? Подтягивая напиток крошечными глоточками, ты смотрела в лес. От костра было так светло, что пространство за деревьями казалось сплошной чернотой. Что-то белое кокетливо махнуло хвостом из темноты. Ты вздрогнула? Где-то я уже слышала такой звук. Лет 200 назад в этой деревне злая мачеха выднула маленькую девочку из дома. Отец не препятствовал жене, и девочка ушла в лес, где замерзла насмерть. С тех пор Юкио набродит по этому лесу и плачет о своей судьбе. А по ночам она поджидает одиноких путников и уводит их в снег, где они замерзают насмерть. Со стороны леса тебе померещился плач. Давай, Агата, напридумывай себе еще страхов. Мало того, что происходит в реальности, да? Нет там никого. Нет. Слизнув остатки напитка с края кружки, ты решительно встала и шагнула из шалаша. Ух ты. Юкиона. Она вышла из леса, грациозно покачивая бедрами. Волки по ее бокам смотрели из-под лобья, но не скалились, окружая твою полянку. О, вон еще появились. Протянув руку, она плеснула тебе в лицо холодом. Ой, как красиво. Тепло костра жалобно прижалась к твоей спине, словно прячась от страшного дыхания. Ты Юкиона, верно? Девочка из снега. Нет, это легенда. Тебя здесь нет, потому что... Я не вижу твоих ботинок. Хе-хе-хе-хе. Волки не ходят с людьми. Плюс логика. Девушка кинула взглядом своих спутников, улыбнулась одними губами и кивнула. Но я не схожу с ума. Надеюсь. Я приложилась головой, когда падала, вот и все. Но ты Юкиона вроде не злая, единственная, те волки, галлюцинация или нет? Ты галлюцинация. Я ударилась головой. Я устала. В голове было жарко, рукам нестерпимо холодно. Это бред. Я знаю, что ее не существует. Плеснув снежным рукавом, она развернулась к тебе боком и уставилась в глубину леса. Что там? О, теперь она не улыбается, плачет. Там деревня, место, откуда тебя выгнали, да? Да. Там ждет смерть, верно? Меня там убьют? Девушка вдруг вся подобралась, развернулась к тебе. Охренеть! Вот чего так пугать? Это... Это трындец какой-то. Ты завизжал, отшатываясь назад, ты не... Так, горящую палку. Голой ладони немилосердно обожгло. На секунду тебя швырнуло назад в горящий особняк, где пламя жадно тянулось к твоим ногам. Ты издала пронзительный виск, едва не выпустив свое оружие, но тут девушка махнула когтями. Забыв о боли, ты ткнула ей в лицо горящим концом палки. Ты прошла испытание огнем. Ой, у нее все другие и другие эмоции появляются у этой Юкиона. Волки пригнулись к земле, завыли, их шерсть задымилась, местами они начали просвечивать. Почему я должна драться собственной галлюцинацией? Зачем ты пришла? Что тебе надо от меня? Я ничего не понимаю. Оставьте меня в покое, я ничего не хочу. Юкиона страшно завизжала, и волки начали подбираться к тебе. Они подошли на расстояние двух метров и брызнули снегом из-под лап, побежав вокруг тебя. Ух, офигеть, как все сделали, круто. Замкнутый круг. Выбьешь одного, остальные только подойдут ближе. Чарльз. Звери щелкали клыками, гоняя тебя внутри круга. Кристофер. Их зубы мелькали перед твоим лицом, у самых колен, за спиной. Марта. Ты набрала в легкие побольше воздуха и... Ух ты, победно завыла? Один из волков навострил уши, поднял голову, споткнулся. Бегущий сзади влетел в него, раздраженно махнул клыками. Волки сталкивались, озлобленно щелкали зубами, катались по земле в короткой сваре. Ты тяжело дышала, наблюдая, как они пристыженно один за другим удирают на край поляны. Стоило лишь показать им, что я не боюсь, что я главнее. Юкио насмотрела на своих питомцев тяжелым взглядом, но на тебя глянула совсем по-другому. Вот опять она улыбается. Девушка протянула руку в сторону волков, а потом к деревне. В деревне затаился враг? Да. Враг, которого я не вижу. Я слепа. Тот, кто убил мусаши, тот, кто взорвал бомбы у вышки, он мой враг? Она протянула руку к тебе. Когти безжалостно сдавили твое горло, нажали на хрящ гортани. Ты... Ничего мне не сделаешь. Ты приподняла подбородок, заглянула в страшные глаза твари. Ты моя галлюцинация, мой бред, мой. Ты принадлежишь мне. Слушайся меня. Да? Удивилась, да? Офигела, я бы сказала. Над ее ладонью поднялся порог, как над стылой землей под теплым солнцем. Испуганно рожав пальцы, девушка прижала руку к груди и отступила назад. Послушная галлюцинация, послушная, хорошая. Ты обуздала свой морок. Затем, подумав секунду, она склонила голову. Волки припали на передние лапы, пряча морды в снег. Ты победила своих демонов. Твои шансы на выживание выросли. Моя галлюцинация меня уважает. Что ж, это почти приятно. Да, звучит бредово, конечно. Моя галлюцинация меня уважает. Но, блин, все равно приятно, да. Величественно покачивая бедрами, Юки Оно уходила в лес. Волки такие хорошенькие были. Под ее ногами что-то блеснуло. Ты опустила глаза. Подснежник. Подснежник. Весна. Символ жизни. Этот кулон появится в твоем инвентаре. Я буду жить. Я буду счастлива однажды. Это ты хочешь сказать... Ты подняла глаза, но поляна была совершенно пуста. Ни один след, кроме твоих, не нарушал стройную белизну снега. Тебя затрясло от холода и страха. Я сошла с ума. Зачем? Ну зачем мы приехали сюда? Ух ты, метель какая. Кое-как добравшись до своего шалаша, ты рухнула на подстилку зиловых веток. Костер жизнерадостно хрустел угощением из мерзлых веток. И ты почувствовала, что его тепло отогревает что-то в твоей душе. Глупо было надеяться на хороший исход, но это чувство никак не желало покидать тебя. Ты сжала в ладони подснежник, подползая чуть ближе к костру. Если я дождусь утра, то смогу дойти до деревни. Даже если меня не найдут, я все равно дойду. Головная боль, тошнота, усталость, все тело болело. Ты прикрыла глаза на секундочку, всего на секундочку. Ой, это, конечно, так опасно, да, засыпать в холод. Доброты в тебе больше, чем жестокости. Не спи. Я уже уснула, и ты в моем сне. Метель усиливается, по своим следам доберемся? Да, только свежи с остальными, пусть подгонят второй снегоход. Ты взлетела в воздух и в небо, в небо. Где-то вдалеке раздался рокот грома, или двигателя, неважно, ты уже спала. Ее нашли, я так понимаю? Да, нашли. Просыпаться было восхитительно тепло. Эй, доброе утро, снежинка, как ты себя чувствуешь? Отвратительно, я спала и видела во сне Александра и Сэма. Они нашли тебя, не остановили поиски даже после начала метели. Храбрые дураки. Она глянула куда-то вбок, и ты, с трудом повернув голову, увидела спящих Сэма и Алекса. Пристроившись в креслах, они трогательно склонили голову друг к другу. Я хочу это увидеть. Что с ними? Ты показала заботу о друзьях. Здоровый, как быки. Устали только. Они искали тебя много часов. А ты? Я упала с тобой, и приложилась головой о камень. Мне еще повезло, я выгребла на край лавины. Тебя унесло дальше, выволокло на середину потока. Ума не приложу, как ты не... Ее нижняя губа задрожала, а глаза покрылись сеточкой капилляров. Так, вы себе представляете, в начале серии я помнила, что мы полетели вниз вместе с Рэйчел. Но после этого квеста выживания, я напрочь об этом забыла. И когда Агата спрашивает, а ты... Я думаю, блин, ну реально, надо было спросить, как ты, вообще, как ты выжила? Она схватила твою ладонь и всхлипнула, отворачиваясь. Ты чуть поморщилась, пальцы ныли и плохо сгибались. Прости. Она подняла твои пальцы к губам и мягко их поцеловала. Ты потеряла перчатки и слегка поморозила руки, но совсем не серьезно. Ты набрала достаточно очков выживания и не отморозила руки. А так можно было? Ну я рада. Отоспишься и будешь как огурчик, обещаю. Что за шум? О, наша выжившая проснулась. Он отпихнул голову Александра и встал, хрустя всеми суставами. Ой, такие подробности, прям про хруст. Привет, герой, вы спасли мне жизнь. Но впервые она хоть как-то без сарказма, просто спокойно говорит герою спасибо за то, что спасли меня. Прям Агата меня порадовала. Не только мы. Ева, Эля и все свободные спасатели были с нами. Подойдя вплотную к твоей постели, Александр выгляделся в твое лицо. Он опёрся локтем на твою подушку и наклонился, лбом прижался к твоему лбу. Если хочешь свести меня в могилу, убей меня во время интима. А так больше не делай. Я тоже волновалась вообще-то. Его сухие губы прижались к твоим губам. Ты ахнула от неожиданности. Он поцеловал твою щёку, переносицу, беспорядочно разбросал поцелуи по лбу и вискам. Тихо, чтобы больше никто не слышал, ты шепнула. Я сейчас разрыдаюсь. Пожалуйста, Александр, не надо. Он зарылся пальцами в твои волосы и кивнул. Затем открыл влажные покрасневшие глаза. Ты посмотрела по очереди на своих друзей и почувствовала, как горло сжимается. Мы должны найти убийцу Мусаши. Ты с ума сошла? Посмотри, куда нас завело это глупое расследование. Дело не в расследовании. Разве ты не чувствуешь? Он охотится на нас. Александр и Сэм переглянулись. Мы возвращаемся к мысли о внешнем сходстве Мусаши и многих других? Сэма, Александр, Мусаши и Сэма. Но он нам это ничего не дает. Это какая-то теория заговора на пустом месте. Если он убил того, кого хотел, то зачем ему нужна была лавина? Твои друзья замолчали, погрузившись в размышления. Он намеренно запер долину, чтобы отсюда нельзя было уехать хотя бы еще пару дней. Зачем? Он хотел задержать здесь Хисау? А зачем? Рэйчел беспомощно оглянулась на мужчин. Может, это как-то связано с бизнесом? Задержать расследование и что-то провернуть? Но никто ничего не расследует. Все сразу поверили в виновность Хисау. Арест, суд. Он и так был бы связан по рукам достаточно для любой аферы. В палате опять воцарилась тишина. Ладно, что ты предлагаешь? Поговорить с Хисау. Пусть скажет о своих подозрениях. Еще надо поговорить с Монакой и Портье. Ты устала откинулась на подушку. На лбу выступил пот. Ладно, ладно, пострадавшая. Мы поговорим со всеми. Ты спи пока. Угу. Но я должна... Отдохнуть ты должна. Мы справимся. Ты вяло запротестовала, но тебя никто не слушал. Ребята позвали врача, который ощупал тебя со всех сторон и дал успокоительного. Он погнал твоих друзей на выход, но ты успела пробормотать им вслед. А когда вернетесь, принесите бумагу и красок. Зачем? Ты не ответила, провалившись в сон без сновидений. Сначала ты почувствовала запах, а уже потом услышала шуршание бумаги. Неохотно открыв глаза, ты разглядела чей-то локоть. Локоть двигался вслед за ладонью, которая поправляла букет. Привет, Ева! Рада тебя видеть. Еве приятно это слышать. Она приземлилась на кровать сбоку от тебя и улыбнулась. И я рада, что ты жива-здорова. Ты здорово нас напугала. Я и сама здорово испугалась. Зачем вы вообще полезли на эту чертову гору? Гора Кейн, точно. Вы с Элей не приходили на базу. Где вы были в тот день? Ответишь мне на вопрос, только честно. Конечно. Где вы были в день, когда убили Мусаши? Она помедлила, вглядываясь в твое лицо. А почему ты спрашиваешь? Потому что на базе вас не было. Мы говорили с персоналом, он вас не видел. Произошло убийство, Ева, и мы его расследуем. Ева перевела взгляд на букет и какое-то время молчала. Мы были заняты. Чем? Тебе не кажется, что это не твое дело? Может и не мое? Но я прошу об услуге. Девушка вздохнула и неловко почесала ладонью свою шею. Мы... Йес! Йес, это свершилось! Класс! Я очень рада, они действительно парочка, вау! Они безумно подходят друг к другу, просто они так разговаривают, как будто уже женатики и там не первый год. Мы занимались любовью. Прямо на снегу? Конечно, ведь цистит мое второе имя. Нет, в лесу есть домик, мы заблудились, когда шли к базе и случайно на него наткнулись. Дверь была открыта, внутри никого, но место обжитое. Вообще-то это было глупо и неразумно, но мы не удержались. Знаешь, как оно бывает, слово за слово и вы уже на кровати. Хе-хе-хе-хе, я реально очень за них рада. И вас не застукали? Удивительно, да? А мы часа три там провели, повезло. А почему сразу не сказали? Не знаю, как-то я и Элли, есть в этом что-то неправильное. Девушка услышала шаги в коридоре и приложила палец к губам. Несколько секунд спустя дверь в палату отворилась. О, ты уже не спишь. Привет, Ева. Агата, я тут принес тебе краски и бумагу, как ты просила. Я пойду, пожалуй. Спасибо за цветы. Девушка подмигнула и выскочила за дверь. И я еще кое-что принес от Рэйчел. Врач сказал, что они готовы тебя отпустить, так что она покопалась в твоих сумках. О, это очень вовремя. Ты зарылась в пакеты с головой. А где ребята? Александр погладил тебя по голове и мягко поцеловал растрепанный затылок. Болтаю цели. Он ногу подвернул во время твоих поисков. Стало неловко. Ты подняла глаза на мужчину, и тот улыбнулся. Не переживай. Потом поблагодаришь его. Давай переодевайся. Он вышел за дверь, чтобы тебя не смущать, а ты распотрошила первый пакет. Да ну, чего смущать, я не понимаю. О, а наконец-то мы что-то интересненькое оденем. А то как-то уже сколько серий мы ходим в этих лыжных костюмах, свитерах. Стильные. Так, а штаны? Мы будем менять, я надеюсь? Прикольно, прикольная штука такая. Ой, класс, обалдеть. Теплое платье. Переодевшись, ты присела передохнуть и зацепилась взглядом за краски. Ах, да. Ты прикрыла глаза и представила себе холодное лицо своего демона. Я хочу запечатлеть ее. Ты погладила пустой лист бумаги, затем взяла карандаш и провела первую линию. Все время, пока ты рисовала, ты не могла вынырнуть из ее глаз. Рисунок был готов. Ну ничего себе, у тебя какие таланты, Агата. Очень круто. Полюбовавшись на строгое лицо, ты бережно убрала рисунок в рюкзак. Этот рисунок украсят финальный экран главы. Я хочу запомнить все, что со мной здесь творится. Даже тебя, мой странный страшный демон. Ну что, ты готова? Ее голова и плечи высунулись из-за двери. Мы оформили все бумаги. Врач просит убраться отсюда, пока не закончились часы работы. Ой, ааа, иду. Стоять. Почему без куртки? Ты какая строгая. Ой. Она терпеливо вздохнула и сунула тебе под нос второй пакет. Так, удобная парка, вау. Почему раньше мы ее не покупали? Почему? Блин, и почему я опять в этих штанах? А не в своем платьичке. Обычный пуховик. Я как не фанат черного цвета возьму это удобно. Умница. А теперь в отель. Нам есть что тебе рассказать. Ух ты, какой уютик тут прям со свечами. Персонала сейчас почти нет. Тем более, что без электричества им сложно работать. А, тогда понятно, никакого уютика, надобность. А генератор что, вообще не включается ночью? Они экономят топливо, потому что не знают, когда вход в долину расчистят. Юма сказал, что они еще попробуют починить провода. Вчерашняя метель не только нам испортила вечер, что уж сказать. Ты вздохнула и плотнее укуталась в плед. Кружка с чаем одновременно грела и тянула нующие пальцы. Ладно, рассказывай дальше про Монако. В общем, найти ее нам удалось не сразу. Похоже, она прячется. Это вполне объяснимо. Она боится, что ее уволят, да? Верно. А ты умница. Она несколько раз бегала курить, пока Мусаша был в сауне. Им это строго запрещено. Да и закончилось оно неудачно. В общем, разговаривала она через сопли и слезы, но главное мы уяснили. Да, во-первых, она никого не подозревает, кроме Хисао. Во-вторых, в тот день в коридорах той половины этажа она видела только портье. Опять этот Маркус. Это его имя? Да, Юма мне говорил. Маркус Уостин или Уиллис, не помню. Александр нахмурился, задумавшись о чем-то своем. Мы так и не нашли время с ним поговорить, кстати. По-моему, пора. Согласна. А что насчет Хисао? Сэм глотнул и отставил чашку в сторону. Ммм, да, Хисао. Я оставлю вас одних, не могу покидать пост надолго. Вы справитесь? Да, разумеется, офицер. Спасибо вам за содействие. Удачи, Макото-сан. Лицо у Хисао было спокойным, даже отрешенным. Вы тоже пришли задавать дурацкие вопросы? Мужчины переглянулись. Я все равно не понял, что он сказал, так что давай сам. Хисао-сан, нам нужно кое-что понять. Это важно. Твоя команда блестяще справилась с обыском комнаты Хисао. Мы побывали в вашей комнате, и знаете, картина сложилась очень странная. Вам не нравится ваш зять, он изменял вашей дочери, но вы подписали на него доверенность. А еще в вашей комнате лежала снотворная, сильная. Это заставляет меня верить в вашу версию полуденного сна. Что скажете? Мужчина качнул головой. Вы заручились полной поддержкой Хисао. Все так, все так. Значит, вы должны понимать. Я не убивал Юко. Он был моим родственником, хоть и бестолковым. У меня не было ни резона, ни возможности его убить. Я спал. Он посмотрел на свои раскрытые ладони, сжал их в кулаки. Но... Все указало на вас. И это... Пугает меня. Вы знаете, что выход из долины завалило? Серьезно? Нет, я не в курсе. Я тут без новостей сижу. Именно поэтому вас еще не перевезли в город. Повернувшись к напарнику, Сэм перешел на английский. Александр, я задам ему один вопрос. Что скажешь, исходя из выражения его лица? Что ему это было абсолютно неинтересно, и он об этом ничего не знает. Или что он хороший актер? Какой был вопрос? Про лавину. Я думаю, он с ней никак не связан. Хисао, вы поднимались на гору над лыжной базой. В смысле? Я приехал сюда не заниматься этим богомерзким видом самоубийства. Только идиоты могут нацепить на ноги две палки и называть себя спортсменами. Я гулял в лесу, ходил к голубому озеру, в спа-зоне сидел. Хисао, если не вы убивали ему Саши, то кто? Лицо мужчины потеряло всякое выражение. Он опустил руки. Не знаю. Просто не знаю. Сэм наклонился вперед и поймал взгляд арестованного. В смерти нет ни страха, ни позора. Только дорога к себе. Жизнь человека служит другим. Смерть человека служит ему самому. Мусаши Юка теперь дух и часть этих лесов. Но его убийца. Он взял на себя право богов. Решать, когда прервать служение человека и сделать его духом. Взгляд Хисао стал осмысленным, сосредоточенным. Вы хорошо узнали Хисао как человека? Верно. Вы найдете убийцу. Мы занимаемся именно этим. Кого вы подозреваете? Он покачал головой, потом замер и неуверенно протянул. Я помню. Черные. Я как будто проснулся, и там были черные руки. Или черные перчатки. Все было как в тумане. Я был под лекарством. Такие перчатки я видел у портье. Он поднял на вас вопросительный, даже просящий взгляд. Сэм широко зевнул, прервав самого себя на полусловие. В общем, если мы не найдем убийцу, этого парня наверняка посадят. Ну, я бы сказала, дядьку, не парня. Глядя на него, вы все по очереди зевнули. Круг замкнулся, когда Сэм повторил за вами. Что-то я совсем устал. Давайте вернемся к этому вопросу утром. Ты сама чувствовала, как тело и голова тяжелеют. Ричел и Александр уже успели растянуться на циновках, почти задремав. Ладно, давайте расходиться, я тоже засыпаю. А ты, кстати, сп... Лах, дольше нас. Последнее слово он растянул и приглушил, закрыв ладонью рот. Ты помахала рукой, разгоняя всех по комнатам. Александр тут же радостно выпихал друзей из комнаты. Не успела ты пискнуть, как он хищно уволок тебя под одеяло. Варварские методы, но... Именно сейчас ты не возражала. Слишком хотелось спать. Ты проснулась от странного звука. Эй, там кто-то... Что такое? Опять у меня эта дурацкая прическа. Голова была тяжелая, во рту было сухо. Ты пошарила рукой вокруг. Рядом раздавалось мирное тяжелое дыхание. Проснись! На твой зов никто не откликнулся. Ты встала и, пошатываясь, пошла к двери. Что же мне так плохо-то? Открыв дверь, ты вышла в коридор, повернулась вправо. Отлично. Опять и интрига. Что же там вправо? Так, насколько же я оценю серию? Твердая четверка это точно, но я добавлю еще одну звездочку, так как хочу поддержать Урсу. Я, конечно, не очень люблю эти все квесты на выживание, но варианты, в принципе, довольно легкие. Главное просто не тупить и прочитать, и понять, что происходит. И который раз я хочу отметить эти божественные фоны. Обалдеть! Они схожи по качеству с легендой Ивы. Ну и плюс это Япония и там, и там. И настолько уютно это все было в лесу. Эти волки, они, ну, не страшные, хорошенькие. Как они бегали, эти тени. В общем, клуб романтики в этом плане развивается. К сожалению, не во всех историях, но в этой я охочусь на тебя. Третий сезон меня безумно радует своими яркими красками и нововведениями. Так что я хочу посмотреть, что там будет дальше. Друзья, не забывайте, что плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok